Шейх, прежде чем перейти к вопросам, не могли бы вы сделать наставление тем людям, которые небрежно относятся к молитве? Молитва – это фундамент, а также самый первостепенный из ее столпов после двух свидетельств. Ведь Аллах, субхану и та'аля, сказал, а ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закат. Это правая вера. Также сказал Всевышний, после них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желания. Все они понесут убыток, кроме тех, которые раскаялись и уверовали. Слова Всевышнего «раскаялись и уверовали» – указание на то, что тот, кто оставил молитву, не является верующим. Поэтому среди сподвижников «Да будет доволен имя Аллах» было единогласие в том, что тот, кто полностью оставил совершение молитвы, не совершая для Аллаха ни обычных, ни пятничных молитв, такой человек не является мусульманином. Это единогласие передали некоторые обладатели знания. Сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не считали оставление чего-либо из дел куфром, кроме молитвы. Относительно этого пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, между человеком и многобожиими куфром отказ от молитвы. Также он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Завет, отличающий нас от них, – это молитва. Поэтому тот, кто оставил ее, стал неверующим». А если человек не отказался от молитвы полностью, совершая ее иногда, тогда он является мусульманином. Однако он находится в великой опасности. Этот человек допускает упущение, поэтому он входит в число небрежных, о которых упоминает Всевышний Аллах в своих словах, горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам. Поэтому мусульманин обязан заботиться о своей молитве. Потому что именно она является связью между рабом и его Господом. Не дозволено откладывать совершение молитвы на момент, когда ее время уже истечет, без уважительной причины. «Тот, кто пропустил молитву без уважительной причины, совершил один из больших грехов». Ведь приводится в двух сахихах со слов Ибн Масуда, да будет довольный им Аллах, который сказал, «Я спросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, какое дело Аллах любит больше всего?» На что он ответил, «Своевременное совершение молитвы». Если мы задумаемся над тем, каким образом была в Мининанам в обязанность молитва, мы увидим, что она была в Мининанам в обязанность особенным образом. Ведь для этого наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был перенесен из запретной мечети в мечеть Аль-Акса и совершил там молитву имамам с душами пророков. А затем он был вознесен на небеса, пока не миновал седьмое небо и не достиг лотоса крайнего предела, достигнув самого высокого места, которого когда-либо достигал человек. Там с ним вел беседу Всевышний Аллах и обязал ему и его уме эту молитву. Вначале было вменено в обязанность 50 молитв в течение дня и ночи, а затем их количество было уменьшено до 5 молитв. Однако награда за эти 5 молитв равняется награде за 50 молитв. Это указывает на любовь Всевышнего Аллаха к этому виду поклонения. Поэтому, брат мусульманин, сестра мусульманка, вы обязаны позаботиться о том, чтобы совершать этот вид поклонения своевременно, так как не дозволяется пропускать молитву. Время молитвы фаджр начинается с начала рассвета и заканчивается восходом солнца. И не дозволено откладывать совершение фаджра до восхода солнца. Время зухра начинается с момента, когда солнце отклонится от зенита и до начала времени аср. Время зухра длинное. Время молитвы аср начинается с момента, когда тень какого-либо предмета станет равной длине этого предмета, и до тех пор, пока не пожелтеет солнце. Это время этой молитвы, в которой можно совершить ее выборочно. А что касается времени этой молитвы для тех, у кого была вынужденная ситуация, то оно заканчивается с заходом солнца. Время молитвы магриб короткое. Оно начинается с момента захода солнца и заканчивается с исчезновением красного зарева на горизонте. Время молитвы Ариша начинается с момента исчезновения красного зарева на горизонте и продолжается до середины ночи. Поэтому мусульманин обязан позаботиться о своевременном совершении молитв и не откладывать их позже этого времени. Да благословит вас Аллах, шейх. Вы упомянули, шейх, о том, что человек, который иногда молится, а иногда нет, находится в опасности. Однако каковы точные границы для человека, совершающего и бросающего молитву, чтобы он считал молящимся или бросившим молитву? Если он бросит совершение молитвы на целый год, это будет означать, что все дни этого года миновали его, и он так и не молился. Именно такой человек выходит из лона ислама. А если он иногда молится, например, он совершает пятничную молитву и некоторые другие молитвы, то он будет мусульманином по более правильному мнению. Однако он будет одним из небрежных, которым Всевышний Аллах пригрозил в своих словах горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам.